всем привет итак продолжаем писать что-то похожее на игру конечно же вы должны понимать что это будет не закончена и далеко не закончена но тем не менее начала какой-то будет так что у нас что у нас готова у нас готова меню можно перекликивать нажимать play и по play ничего нету ничего нету хорошо хорошо что тут следует сделать дальше так давайте посмотрим у нас main функция есть да и здесь у нас вот есть обработка меню event of и соответственно отрисовка обновления и отрисовка меню теперь нам нужно когда мы перейдем в игру вот сюда добавить какой-то режим игры соответственно для этого для этого я думаю надо создать такой модуль файлик и назовем его game парень есть и здесь непосредственно надо надо создать классе ну сразу который будет отвечать как бы за игру непосредственно назовем его game дальше 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 опишем конструктор и все так вот сейчас это сделаю и так вот такой простенький классец будет что я сделал получается сделал класс game и game этот будет руководить в принципе объектами игры то есть ну в данном случае здесь предполагается будет будет будут уровнем вот и здесь будет то есть будет некая карта объект карты вот и будем хранить информацию о том какой сейчас активный уровень и плюс здесь еще будет объект игрока который мы будем управлять вот ну я это увидел так вы конечно же можете это сделать немного по-другому ну давайте сразу импорт нём импорт нём это все добро вот импорт нём game и создадим объект гейм 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 вот создали объект и сразу же сразу же это все добром опишем здесь что нам здесь надо здесь надо event обрабатывать ивенты которые мы будем получать уже непосредственно в игре вот то есть пробраться во всякие нажатия кнопок и все такое а здесь нам нужно обновить состояние и потом нарис вызвать функцию отрисовки вот вот теперь что нам надо сделать как бы гейм у нас есть пока здесь такие пустые функции соответственно нужно добавить сюда нужно создать классе для уровней вот и и и и игрока но игрок будет его назвал adventurer ну такой путешественник значит создаем нашего путешественника адвентурер вот так вот и сейчас я начну описывать класс адвентурер но нашего путешественника то есть это принципе будет уже какой-то игрок описание игрока нашего соответственно он будет уже сейчас опишем классе и этот объект сможет мы сможем управлять этим объектом то есть ходить вправо влево там не знаю прыгать падать стрелять вряд ли это все сделаю потому что очень много времени ушло на поиск картиночек и всего такого поэтому ну основы вы увидите а дальше уже можете все делать сами ну доделывать так создаем класс адвентура ну и и и давайте все по порядку первое у нас опишем конструктор конечно же в котором мы проинициализируем все нужные нам переменные какие переменные нам нужны ну как минимум давайте создадим приватную переменную x это будет координата по иксу это вот координата по игреку вот дальше дальше по хорошему нам надо вот такие вот dx равно 0 и dy равно 0 то есть это наше смещение по иксу и по игреку нужны для движения нашим для перемещения нашего объекта на экране вот то есть грубо говоря это будет скорость ну скорость мы я задам отдельно вот вот так он будет скорость по иксу пусть это будет 2 пикселя да за кадр и точно так же скорость будет по игреку тоже 2 пикселя за кадр но есть мы будем двигаться дальше что нужно еще нужно еще как минимум доступы к нашему полотну все face вот чтобы мы могли рисовать ну для этого конечно же воспользуемся вот этим всем и давайте у нее не туда ладно пусть будет быстрее было бы руками написать так берем синглтон и берем дисплей подберем get instance и get surface есть и и еще по-хорошему надо нам так режим игры game mode все то же самое по моему а ну-ка да game mode get instance и и ответ instance просто вот нужно знать какой режим игры что у нас там что у нас там что у нас там синглтонах да давайте вспомним чего нас game mode а вот нам нужно четко понимать это игра или это пауза вот ну как минимум да поэтому нам нужен объект game mode дальше что нам надо еще как минимум какая функция ну как минимум нужно должна быть функция дробь 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 который будет отрисовывать нашего нашего игрока дальше функция давайте я это все тут опять короче проще было бы вот так вот нужно еще функция обработки событий вот и обновление и обновление это это тот минимум который необходим так давайте я сразу же сразу же добавлю в наш классе game это все добро импорт и сразу же создан объект равно и создаем сразу же объекта на наш объект и отрисовки называем функции отрисовки здесь пробрасываем event вот апдейт апдейт наверное не надо что мы в апдейте будем делать пока пока пульс пусть по мал будет пустым короче вот так так сейчас я набросаю что я набросаю еще но смотрите это тот минимум да в этом минимуме чего нету ну как здесь здесь event процессе нах нужно обрабатывать нам кнопки давайте сразу набросая если короче сейчас набросаю и и продолжим и так немного здесь набросал что я добавил смотрите состояние да на данный момент в данной реализации он будет у нас стоять на месте это первое состояние второе состояние двигаться влево двигаться вправо и состояние падения инициализируется у нас объект обычным состоянием по умолчанию он будет стоять дальше смотрите добавил такие функции кей right press от и кей left press это булевский флешки нужны нам для того чтобы понимать ну то есть не то что понимать когда мы зажмем клавишу влево он должен бежать влево зажмем вправо бежать вправо то есть это как бы такой хак даже не хак потому что чтобы нам постоянно двигать нам надо кнопочку постоянно нажать отпустить нажать отпустить вот это не очень удобно мы же в игроках делаем нажали вперед и едет вперед вот соответственно нужно определить состояние нажатия клавиши дальше это у нас падает он не падает в принципе в принципе мы по состоянию сможем это определять но вот так это в моих набросках и направление куда он смотрит право или влево потому что от этого будет зависеть картиночка которую надо разворачивать на 180 градусов вокруг своей весе вот потому что у нас картиночки но всякие такие анимации они в одну сторону направлены и вот и обычным разворотом вокруг ну делать сделать ему надо flip картинки и тогда смотрим совсем другую сторону дальше вот описал обработку событий клавиатуры если мы нажимаем вниз точнее кнопку зажали кейт даун зажали и если то есть тип какой тип нажали кнопку или отпустили вот кейт даун кейт да вот кейт даун кейт да вот есть вот есть кнопку зажали на отпустили вниз на ну нажали и это у нас кнопка вправо то мы возводим флажок в true есть эта кнопка влево то возводим кейт left press true когда же мы кнопку отпускаем то мы эти флажки сбрасываю соответственно дальше мы можем ориентироваться если зажата кнопка вправо зажата да то есть если этот флажок true то знаешь мы там перемещаем его постоянно вправо на каждом тике да при каждом апдейте сейчас я этот апдейт напишу и так вот такой набросок есть смотрите если влево устанавливаем состояние влево если вправо нажата состояние вправо иначе устанавливаем состояние ничего не дела нет то есть он стоит на одном месте апдейте мы обновили состоянии и непосредственно идет обработка состоянии смотрим здесь если у нас наш игрок падает то мы его перемещаем вниз данном случае вот d y и в d y передаем нашу скорость по игре у если в этот момент мы еще можем нажимаем кнопку влево или вправо то есть состояние влево или вправо и если мы можем двигаться то мы перемещаем еще по иксу по иксу это как вы видите скорость по иксу минус dx а тут плюс dx. Вот устанавливается состояние движения влево, то есть мы direction пишем left и состояние move left. Это установка состояния вправо, direction right и состояние move right. Дальше установить, что ничего не делает. Дальше can move. Что такое can move? Здесь мы будем проверять столкновение с другими объектами на карте. То есть, когда мы, к примеру, будем двигать влево, то нам надо проверить, нет ли там никаких каких-то объектов, есть ли там какие-то препятствия. Если их нет, то мы смело двигаем нашего персонажа. Иначе же ничего не делаем. Соответственно, can move проверяем на столкновение с объектами, can failing проверяем падает ли он, потому что может идти, 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 а там дырка в полу и упасть. Ну и, собственно говоря, move by dxdy. Здесь мы просто выполняем смещение. Вот. Вот, вот, вот. Что? Ну, это такая общая поколоника без всяких столкновений. Что нам теперь надо сделать? Ну, как минимум, надо добавить какие-то анимации. То есть, смотрите, смотрите, есть тут дров, то есть, в принципе, если мы сейчас добавим анимации, то, то должны на экране увидеть нашего игрока. Сейчас я опять-таки сделаю наброски и покажу. И так, продолжаем. Это я добавил ссылку, откуда я скачал всякие эти анимашки. Вот здесь картиночки есть. Вот. Вот оно. О, тут можно следующую картинку. Нет. Ну, короче, это такие PNG-шки, которые, которые, в принципе, если их все поочередно показывают, то создаются анимации. Движения, права. Ну, бега, стояние на месте и падения. Так, теперь смотрите, что я здесь делал. Создал класс S, BaseMode. BaseMode у нас наследуется от спрайтов. Вот, 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 вот. И что я здесь делаю? Это просто базовый класс, в котором при обновлении я смотрю, какой текущий индекс, шаги и все такое. Это мы уже проходили. Вот. И обновляю непосредственно картиночку. Это должно быть знакомо с предыдущих уроков. Вот. Здесь идет привязка на 30 кадров в секунду. Вот. Да, это магические числа, но вы всегда можете сделать по-другому. Теперь смотрите. Вот класс для состояния, стояния, так сказать. Вот есть 4 картиночки, которые я загружаю, обновляю индексы. Ну и в этих индексах рассчитывается шаг для того, чтобы все 4 картинки проигрывались за 30 кадров с одинаковой длительностью, да, там, каждой картинки. Вот. Дальше. RunMode. Это мы бежим. Это аналогично. Загружаем картинки, их 6 штук. И обновляем индексы. И падение, да. Падение. Это у нас всего лишь 2 картинки. Соответственно, можно сказать, там, по 500 миллисекунд одна картинка показывается. Вот. Дальше. Сделал класс Animation. Animation. Это у нас классец, который себе содержит непосредственно, ну, такие вот состояния. Ничего не делаем. Падаем. Двигаемся. И в зависимости от этого устанавливается индекс. Вот у нас есть режимы. И, соответственно, в зависимости от этого режима, каждому режиму уже непосредственно объект. То есть, состояние. Стояние. Ничего не делание. Вот этот объект. Соответственно, да, то есть, это у нас Dictionary. Ключом является вот этот State. Это состояние. Вот. И для каждого состояния есть свой классец. Соответственно, мы можем устанавливать нужное состояние. И дальше получать эту анимацию. Потому что эта анимация, она отдельно, как бы, от нашего класса. Ну, грубо говоря. То есть, она не внутри Adventure, а в отдельном классе. Соответственно, когда нам нужна какая-то анимация, мы выставили состояние и получаем нужный объект. Уже готовый объект. То есть, я думаю, вы поняли. Вот есть Dictionary, Dict, да, или дерево. Есть ключ. Поэтому к этому ключу есть конкретный объект. То есть, этот классец сделан для упрощения. Ну, получение, упрощение управлением анимацией. Вот так вот, скажем. Сейчас все увидите. Смотрите, что я сюда добавил. Я добавил сюда Animations. То есть, это объект вот этого класса. То есть, вот, смотрите, Animation. Дальше. Что нужно в этом Animations? Так, секунду, секунду, секунду. Чем у нас инициализируется? Инициализируется с ничего не деланием. Да, то есть, если, смотрите, если я у этого объекта запрошу анимацию, то какой вернется объект? Объект вернется тот, который соответствует индексу. А в данном случае это у нас ничего не делание. Соответственно, у Animation, вот давайте, где тут у нас Draw, где тут Draw, Draw, Draw. Вот, вот, например, Draw. То есть, когда мне нужно рисовать, я смотрю, куда он направлен, направо или налево. Если направо, беру, беру, беру просто картиночку. У Animations беру Image и рисую по координатам. По координатам. Так, что такое Position? А, Position это вот свойство, да, которое возвращает X и Y. Antut File сделаем, да, есть. Вот еще добавил свойство анимации. У нас непосредственно идет возврат текущей анимации. То есть, теперь смотрите, теперь смотрите, когда мы начинаем рисовать, то я что, беру текущую анимацию. Текущая анимация управляется вот этими вот функциями, с помощью которых мы устанавливаем, какая анимация нас на данный момент интересует. Когда мы стоим, вот, у нас проинициализировалось, да, по умолчанию, мод индекс равен и do. Вот, соответственно, если мы не вызовем никакую из этих функций, то у нас будет возвращаться анимация какая, то есть объект вот этого класса. Как только мы изменим на падение, либо на движение, будут возвращаться объекты падения и, соответственно, объекты движения. Соответственно, я смотрю, если мы вправо, то я просто беру и рисую эти картиночки, да. Откуда картиночки берутся? А картиночки вот отсюда берутся. Вот у нас базовый класс, который наследует от спрайтов, и вот есть картиночки, да, и вот текущая картиночка. Вот это набор картинок, которые нужно анимировать, а это текущая. Текущая картинка выставляется вот здесь, при обновлении анимации. Здесь берется текущий индекс, FPS индекс и шаг, да, и равномерно, ну, картиночка показывается. То есть, грубо говоря, вот для падения у нас всего лишь две картинки. Соответственно, здесь, то первая или вторая картинка зависит от того, сколько времени прошло. То есть, каждые 500 миллисекунд будет обновляться картинка. Первая, вторая, первая, вторая. Ну, и так дальше. Итак, где тут наш дров, где тут дров, вот. Если же у нас направление не вправо, ну, так как у нас тут других направлений нет, то, значит, понимаем, что это лево, да. Не проверяем, на равно ли left или right. Только на right. Значит, нам нужно еще флип выполнить, то есть, развернуть картинку вокруг своей оси. Вот вокруг оси вертикальной, да. Если бы тут труб было, то вокруг горизонтальной оси. Ну, и если два флажка, то вообще по диагонали был бы разверт. Вот. Дальше, смотрите, теперь есть апдейт. Что делаем в апдейте? В апдейте обновляем состояние, то, что мы уже перед этим говорили, и обновляем непосредственно нашу анимацию. Какую анимацию? Понятное дело, какую. У нас у объекта анимации есть функции. Вот, например, когда мы устанавливаем состояние нашего игрока влево, то что мы делаем? Мы анимацию переключаем. Мы вызываем вот, а не, вот, функцию set moving. Что такое set moving? Давайте еще раз посмотрим. Это переключает, устанавливает индекс в moving. Соответственно, на следующем кадре, ну или на текущем кадре, да, потому что отрисовка идет самым последним способом. У нас, как только мы переключили индекс, у нас возврат объекта будет какого? Например, это было, мы стояли, нажали кнопку вправо, вызвалась функция set moving, изменился индекс, и, соответственно, теперь будет возвращаться вот этот объект, run mode. А run mode мы знаем. Вот оно, у нас 6 картиночек для run mode, для бегания. Так вот, так вот, дедут, вот. Когда мы идем влево, устанавливаем анимацию влево, здесь точно так же. Если же мы падаем, устанавливаем set fall, меняем объект анимации. То есть в этом, в этими функциями мы меняем объекты анимации. Дальше, что еще есть? Есть вот состояние ничего не делания. Если же мы падаем, то это не просто ничего не делание, а это анимация падения должна быть. Если же мы никуда не падаем, то мы просто стоим. А теперь давайте посмотрим, посмотрим на то, как это все выглядит. Как, давайте, вот он тут с краю стоит, давайте я изменю координаты для нашего игрока. Давайте вот так вот. 200, 200. И запустим еще раз. И теперь посмотрим. Как вы видите, вот он стоит, ничего не делает. Нажимаю влево, он бежит, нажимаю, ой, ну, влево бежит, вправо бежит. Пока он не падает, потому что это еще не обрабатывается. Вот. Как вы видите, он вроде как бы бежит, но он никуда не двигается. Почему никуда не двигается? Потому что, давайте посмотрим, left, Смотрите. Устанавливаем состояние, а где у нас обработка, 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 нет, вот стоит процессин. Была нажата кнопка влево. Так, можем ли мы двигаться? Can move? Ну-ка посмотрим. Нет, двигаться мы не можем. Соответственно, он просто стоит на одном месте, но проигрывается анимация. Давайте я установлю этот флажок, что мы можем двигаться. И побежали. Как вы видите, бежим влево, бежим вправо. А теперь давайте попробую я установить флажок, что он все время может падать. Так как у нас еще нету никакого уровня, соответственно, это просто такие заглушки. Что-то он не падает. Вроде can fall, да. Так, а где он должен тут падать? А, вот этот флажочек, да, он должен еще взвестись. Self равно true. Запускаем и тоже не падает. Так, где-то, где-то косяк. Косяк был, короче, вот, надо было проинициализировать это флажком true и все нормально. Can falling нам потом поможет. Вот, сейчас он пока не надо. Итак, нажимаю play и как вы видите, он падает. То есть, как вы видите, анимация падения и движения все у нас есть. Вот он падает и улетел. Улетел. так, давайте все тут пока отменим. Вот, все, больше сегодня ничего делать не будем. То есть, получается, добавили анимацию, вот, он стоит, ничего не делает, вправо-влево бежит и падает. Ну, надеюсь, ничего сложного здесь нет. Вроде все объяснил. Вот, по завершению этого цикла все исходники будут, будут, будут выложены в репозиторий. Ну, если, конечно, что-то не поняли, то, конечно, уже проматывайте и ставьте на паузу. Вот, а, что еще, что еще было вот здесь же я добавил, вот, как раз в апдейте обновление нашего игрока. То есть, гейм, да, что это гейм? У нас здесь будут уровни и непосредственно объект нашего игрока, ну, нашего путешественника. Соответственно, в дров мы будем рисовать уровни и игрока. В процессе то же самое, пробрасывать ивенты игроков нашему и нашему уровню, ну, и в апдейте соответственно обновлять и то и другое. Вот, вот, в принципе все. Поэтому на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!